Всем привет! С вами Камори Клей и сегодня мы начинаем новый сезон Founders Fortune. У нас тут конечно же наши любимые персонажи Клара и Коралл и они создают новую деревню. Ну что я могу сказать, они немного изменились. Теперь у нас Коралл убийца, у него аллергия на яблоки и он обожает лето. Также у него есть черта дровосек, так что скорее всего он будет в этот раз не фермером. А что же у нас с Кларой? У Клары аллергия на картошку, она быстро обучаемая и неутомимая, то есть теперь они у нас не глупые. Ну что ж, давайте посмотрим, что они тут делают. Я построила каждому домик и каждый будет жить в своем домике. Но для начала давайте еще поставим вот что. Мы поставим, допустим, это будет дом Коралла, у Коралла будет стол для изучения пока. А это будет дом Клары. Пускай Коралл будет в этот раз дровосеком, а Клара, Клара у нас будет фермером. Ну что ж, начинаем наше выживание. Кстати, давайте посмотрим на карту, пока они занимаются строительством. У нас тут есть несколько поселений. Вот одно маленькое совсем, я не знаю, какое именно с нами выраждует пока. Есть вот такое очень большое, причем больших тут очень много поселений. Вот один, два, три. И тут вроде бы еще одно, четыре. Четыре гигантских поселения и одно маленькое. Я думала, что я думала враждовать с маленькими поселениями и дружить с большими. Но из-за того, что у нас и так одно маленькое поселение, я думаю, что с ним мы будем и так пораждовать. Что у нас по отношениям. У нас неплохое отношение к оборотням подземелья. Где они у нас находятся? Это большое поселение, которое находится, ну не так уж далеко от нас. А что с остальными? Остальные к нам дружелюбные. Но я бы хотела, если нас будет просить дань, получается, маленькое поселение, мы будем отказывать. Это получается первое дань. Так, это хранители серебряной звезды. О, как упично, конечно. Ну хорошо, хранители серебряной звезды мы с вами не дружим. А вот со всеми остальными будем дружить. Кстати, да, ему тоже нужно кроватку, да? Ну и ждем, пока у нас придет новый колонист. А он придет через 8 минут. Ну что ж, поглядите, ребятки. У нас появился новый колонист. Я его назвала Фрок. Лягушечка наша. Не знаю, почему лягушка. Он желтый, но не знаю, похож. По мне так. Пускай будет такой. И он у нас ученый. Мы уже сделали ему домик. Он захотел стол. Я ему сейчас дам стол. И будем жить дальше. Я думаю, что можно в будущем поторговать с этим поселением. Оно ближе всего и дружелюбное к нам. Так, ну что, да, Фрок, идите, добивай себе кристаллы. Потому что они нам пригодятся. А все остальные занимаются своими делами. Кстати, посмотрите, как красиво тут устроен дизайн. Ну вот тут не сильно красиво, а в других местах красиво. Давайте покажу. Вот, допустим, здесь, по-моему, да? Да, смотрите, есть разные ловцы с ног, тут барабаны, всякие еще вещи, сундуки. То есть классно сделано. Жаль, что у них нельзя брать вещи отсюда. А то прикольно ограбить их и убежать. О, поглядите, что у нас тут есть. Тут у нас борющие черепашек и ниндзя. Помните, в какой-то серии я заметила то, что у нас на камне такие стоят. А это поселение к нам пока враждебно. И я думаю, что хочется с ними в будущем подружиться. Думаю, что в этот раз нужно сделать все по красоте. То есть здесь дорожки будут. У каждого будет свой двор, дом. То есть мы раньше делали по два человека. А теперь будем делать по одному в каждом доме. Почему бы и нет. И смотрите, какое у нас есть место. И поэтому можем сделать каждому просторный дом. К тому же, сколько у нас новых материалов пришло с новым давлением, правильно? Новые стены, новые полы, двери, ковры. Вот, допустим, ковры. А, это было, было. Где у нас декор? Вот. Тут ковры есть разные. Так что мы будем декорировать по максимуму. Клара вообще трудится, чтобы сделать новый костер. А костер нас еще не выучен, потому что Проб только-только начал исследование. Но ничего страшного. Клара, ты должна это сделать. Нам нужно 10 камней. Вот таким серьезным видом долбит камень. Конечно же, это очень серьезное занятие. Новое начало. Давайте жить здесь. Ну да, давайте. Прямо здесь. У нас все заняты разными делами. Поэтому будем просто ждать, пока они набьют нужное количество дерева, кристаллов и тому подобное. Вот уже Клара набила достаточное количество, я по-моему, сейчас скажу. По-моему, 10 было. Давайте лучше 20 набьем на всякий случай. И, кстати, посмотрите, у нас тут очень много хлопка. Вот здесь, здесь, здесь. Ну, многие делают здесь тоже. То есть, мы можем первого сделать ремесленника, потому что ремесленник нам пригодится. Рок устал, пошел поесть. Ура, фермерство разблокировано. Сколько там нужно было? Да, 20 камней. Значит, я не ошиблась. И где же у нас будет главное место для костра? Можно здесь, а можно вот здесь. Надо подумать. Все-таки решила сделать его здесь. Вот на такой площадке. И поставим рядом лавочки, чтобы лавочки по бокам были. Или, не знаю, давайте посмотрим, как можно сделать. У нас есть вот такие стульчики разные. И есть лавочка. Как она будет смотреться? Она получается на такие клетки. И надо подумать. А если стулья? Допустим, вот так вот, так вот. Не знаю. Кварли посмотрится нормально, но пока мне не нравится. Также я решила поставить здесь у нас грядки. Пускай будет здесь пока находиться, а потом посмотрим. Ну, думаю, 5 рядов хватит на первое время. Надеюсь, Клара с ним справится. Правильно, Клара? Клара очень быстро и стремительно набывает нам дерево. Раньше такого не было. Но для этого Клара, наверное, не то, что нужно было для того, чтобы забирать. Вот всегда удивляюсь, зачем они молотком это делают. Молотком спахивают грядки. Ну, хорошо спахивают грядки молотком. Я не против. Главное, чтобы это хорошо работало, да? Мне кажется, ему такой стол не подходит. Но пускай у него пока будет. Наверное, у каждого будет по-собой ему. Но все пока очень-очень рады. Это хорошо. Вот, наша Клара начала сеять помидорчики. Теперь у нас будут новые-новые вещи. И как раз-таки прозаблокировалась обработка дерева. Ну, что ж. Я, честно говоря, не помню, что там было в обработке дерева. А пока получим, получим, получим. Ой, давайте мебель пока. Хотя можно было бы и партнерное дело. Давайте сначала мебель, чтобы у всех была удобная кровать. Прибыл торговец. Ну, что ж, торговец. Помните, я говорила про дипломацию и все остальное. Но у нас никто не дипломат. У него точно нет такого. Я тоже. У него. Но можно попробовать, что же он может сделать. Ой, смотрите, какой усатый. Усатый мужчина. Так, Склара, ты у нас очень занята. Давай ты торговать. Ты у нас всегда торгуешь? Торгуй сейчас. Здесь у нас бревно, помидор, картошка, лекарства от болезни. Вообще нам... Пока не знаю. Думаю, что покупать ничего не надо. Но... Но лекарства от болезни, я думаю, что уж не продавать. А еду тем более. Хоть нас много. Давайте немножко продадим. Буквально... Ну, штук. Чтобы было 5 монет. Я думаю, столько хватит. Да. Пускай будет так. А между делом будем делать всякие разные вещи. Ммм... Коралл повредил свою руку. У нас есть врачи в поселении. Давайте посмотрим. Врач 0. Врач 0. И врач 0. А ты умеешь сам себе? Нет, не может. Ну, ладно. Значит, ты будешь работать медленнее. А жаль. Я пока начала строить стойки для еды. И закажем в костер. Давайте запеченное яблоко на складе. Давайте пока по 4 штуки. Нас немного. И тебя будет по 4 штуки. А потом, конечно, в будущем побольше будем брать. Клара. Это что за... Что это такое? Клара просто взяла и улеглась на полу. Ну и что это такое? Может, пойдешь спать на кровать? Иди спать. Улеглась на поля. Там топчет она, значит, тут посевы. Эх, Клара, Клара. Теперь, кстати говоря, у нее есть плохие мысли. Сон на земле. Тьфу! Почему я не могу спать в кровати? Сон на земле? Отстой! Ну, конечно. Зачем ты легла на землю вообще? Кровать вот у тебя есть. Ну, молодец, Клара. Ну, торговец, я бы тоже не отличается умом. Улег прямо на пол. Причем головой прямо в корабль. Тебе удобно, усатый мужчина? Мне кажется, что не очень. Кстати говоря, если у нас тут все позеленеют, нам нужно новый дом делать. Потому что куда же нам девать нового колониста? Ну, тогда нужно делать дом. Какое мы сделаем? У нас мало дерева. Пускай мы сделаем самое обычное. Я думаю, что нам хватит. Ну, пока не хватит, конечно. Последний день весны. Давайте что? Давайте еще посадим помидоры. Помидорчики. Точнее, что вот, у нас помидоры есть. Нам нужно не помидоры, а картошка. Тоже пять рядов, наверное. Ох, нашествие жуков! Ну что ж, Клара, я знаю, чем тебе заняться. Иди. Увы, но надо восстанавливать наши посевы. Так, ну что, Фрога, помоги, пожалуйста. А вот у Карала зависть к Фрогу. Почему? Потому что у него есть куча всего. Ну, подожди немного. У тебя тоже будут разные вещи. Все, наконец-то кинул. Смотри, сколько осталось растений. Очень-очень мало. Коралл решил просмениться и тоже построить грядки. Ну, хорошо. И, конечно же, поставим вот что. Стол для крафта. Пускай будет. Потому что скоро у нас будет новый, новый колонист через 14, через 15 минут. А вот и лето наступило. Ну что ж, Клара, я знаю, чем ты займешься. А ты построй. Ну, что такое? Пошел дубить, бить дерево. Это ты так завидуешь, да? Мародеры просят у нас немножко яблок и лекарства от болезни. Это то большое поселение, которое неподалеку от нас. Я думаю, что им мы будем давать. Конечно, без проблем. Ну что ж, предлагаю сегодня сходить к нашим мародерам, которые попросили сегодня у нас немного яблок и лекарств. Ну, поторгуем или что мы можем делать? Ну да, общаться, обнять, сражаться, убить, торговать. А здесь мы можем что, где они? Мародеры, вот они. Связаться. Так. Можно получить скидку? Ого! То есть мы можем, у них спрашивай скидку. Ну, пока ничего не можем. Я бы не хотела у них требовать, да, не пока? А вот от тех можно, кстати говоря, от тех, которые мелкие здесь. А вот и разблокировано кроватное дело, да? Кроватное дело, мебель. Это отлично. Теперь мы можем поменять всем кровати. Давайте начнем с наших старичков. Так. Сколько тебе надо? Ага. То есть надо, надо, надо больше дерева. Давай ты все-таки пойдешь и пособираешь древесину, чтобы у нас было больше древесины. А пока мы будем учить, наверное, партняжное дело. Вот что нам надо, чтобы хорошо шить костюмчики. Но зато у коралла есть плюс 5. Обожает лето. А этот теплый воздух и хорошая погода. Может, взять отпуск? Обожаю лето. Интересно, где у тебя этот отпуск? Ох, кора-коралл. Ну что ж, мы уже поставили почти кроватки кораллу и кваре. И осталось фрогу, да? Так, это твоя. Кровать. И построй еще здесь. Давай. Харалл у нас вредничает. Строй. Кстати говоря, смотрите, что у нас было. То есть, при удалении ресурсов у нас немножко возвращается. То есть, примерно третий, да? И мы здесь тоже можем удалить. У нас будет три хлопка. Но это здорово, что можно возвращать хоть немножко ресурса от наших вещей. О, наконец-таки, прибыли мигранты. Давайте посмотрим, кто это может быть. Обычно мигрантов принимает Клара. Но Клара у нас вовсю занята. Это девушка, да? Вроде бы, да. Похоже. Или нет? Давайте посмотрим. коралл, ты занят? Давай ты лучше это будешь делать, потому что ты у нас хромой. Точнее, не хромой, а с рукой вывихнутой. Так, и кто это? Елена. Елена у нас недовольна. Кто ты? Убийца выживающая? Ну ладно, ну вот твой спальник. Ты у нас будешь кто? Давай назовем ее Кварнет. Вот. Теперь у нас есть Кварнет. Она у нас теперь не оптимистка, а убийца. Теперь у нас целых два убийцы в поселении. Необычно. Ох, надо тебя сделать фермером. Пускай ты пока будешь у нас фермером. Хотя надо было еще ремесленника, но у нас пока не хватает ресурсов, чтобы еще еще и делал всякие разные вещи. Так что ты будешь стойку для оружия. Ну хорошо. Сделаем тебе. Но нужен камень. Так, ну что, смотрите, что у нас происходит в нашем поселении. Кара у нас вовсю трудится. Еще пока у него очень медленная работа, но зато он пока работает и работает. Так, с Кларой с Кварнетом у нас на полях. На картошечке и на помидорчиках. Я хочу, чтобы тут были еще и морковка. Морковка. Давайте, разработчики, возьмите, сделайте здесь морковку. Будет морковный салат. Или маринованная морковка, не знаю, что хотите. фрук-фрук получил новую кровать. Он доволен. И осталось всем дать вкусную еду. И, пожалуй, на этой нутке мы закончим. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайки. Не забывайте про комментарии. а те, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем до новых встреч. До свидания.